Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас Land Rover Discovery 3 2006 года. Заменим на нем горелку на Webasto. Немножко похолодало на улице и все, она отказалась работать. Машине 10 лет, получается, никто ее не обслуживал и не менял. Горелку мы заказали неродную, не которая идет у него по номеру на Discovery 3. Мы заказали от Evok, от маленького. Почему именно ее заказали? Она стоит дешевле, почти в два раза. И, не почти, а она в два раза дешевле стоит. Почему цена такая? Меньше ломается? Да не меньше ломается, она практически на них не ломается. Она уже доработана. Там надо подточить какой-то уголок. Разберем, посмотрим. Покажу, какой уголок подточить. Покажу номер этой горелки. Когда заведем, проверим, протестируем. И уже будет понятно, как она работает, как она запускается. Ну, по крайней мере, так решили сделать. На форуме почитали, ребята уже делали. Все нормально. Поэтому сейчас открываем капот. Снимаем минусовую клемму. И уже непосредственно откручиваем и снимаем сам блок Вебаста. Продолжаем. Снимаем крышку. И откручиваем минусовую клемму. Ключик здесь на 13. Все, клемму скинули. Вот он, сам блок Вебаста. Начинаем с того, что отключим разъемы. Отключим здесь подводящие по трубке тасол. Тасол, вернее, здесь антифриз. Мы немножко потеряем. Сливать не будем. Защиту снимать не будем. Поэтому, сколько стекет, столько дольем. Отключаем сейчас еще вот этот хомут нижний. На тонком шланге. Он шланг на подачу топлива, солярки. Также снимем патрубки воздушные. Снимем глушитель. Открутим и открутим внизу вот болты, которые держат кронштейн самого блока. Они вот здесь вот и вот здесь вот видно. Отключим клипсы, которые проводку держат. И уже целиком снимем блок. Приступаем. Вытолкнул здесь две клипсы, которые держат проводку. Теперь снимаем вот эти два разъема. По бокам они здесь нажимаются. Фиксаторы. Вот один фиксатор и вот второй фиксатор. Нажимаем. И снимаем разъем. На этом один фиксатор с левой стороны вот здесь. Также его нажимаем и снимаем разъем. Теперь вот это отводим в сторону. Чтобы она нам не мешала. Пока особо сильно мы не отведем. Снимаем. И снимаем фильтр. Вот такую штучку убираем в сторону. И вот он у нас еще один разъем. Здесь ваговский разъем, поэтому фиксатор вот здесь сбоку. Желательно что-нибудь такое тоненькое подсунуть и снять его. Для этого я использую от дворников пластинку. Вот эта вот тонкая, которая идет в резинку дворников, держит с двух сторон. Ей удобно. Можно ее подогнуть как надо и подсунуть. Подсовываем. И снимаем разъем. Все, сняли. Убираем в сторону. И откручиваем. Теперь снимаем подачу топлива. Вот сняли. И убираем ее с клипсы. Все, убрали с клипсы. И теперь откручиваем кронштейн. Открутил я четыре болта. Два болта, вот видно, отверстие. И два болта здесь. Вот один болт. И вот второй болт. Вот эту клипсу я снял целую. Снял вот этими загнутыми длинными круглогубцами. Вот так вот поддел ее и поднял вверх. Она, видите, вот она целая. Потом ее также на место поставим. Также она будет стоять. Сейчас, в данный момент, вот он, весь блок у нас ходит. Вытащим мы его вместе с глушителем. Сейчас снимаем вот этот хомут тасольный и снимаем вот этот хомут тасольный. Снимаем вместе с насосом, потому что хотим посмотреть, у нас под насосом пятна тасола. Вот, если видно, вот они, они блестят. Откуда они там взялись, хочется разобраться. О, так хорошо видно. Хомут подтекает или сам насос подтекает. Что нам почистить и что нам заменить. Стравливаем давление с расширителя. Откручиваем пробочку и снимаем хомуты. Хомуты сниму как раз вот этими же круглогубцами. У меня есть загнутые, есть прямые такие. Снимаем. Снял я оба патрубка. И на удивление не побежал антифриз. Немножко капнуло и все. Странно. А может не странно, может так должно быть. Ладно, сейчас пробуем снимать его с кронштейном. Для этого нам надо кронштейн вывести из-под расширительного бачка, вот снизу. Посмотрим, если у нас это получится, тогда мы все целиком снимем. Если у нас это не получится, тогда нам надо будет открутить глушитель и открутить вебаста блок от корпуса, ну от кронштейнов. И снимать все частями. Спробую пока снять целиком. Вытащил я кронштейн над бачком расширительным, но вытащить целиком я не могу, мешает глушитель. Видать, он снизу там еще закреплен. Поэтому я открутил здесь два болта, торкс Т25 и снял хомут глушителя. Вот, выходит у нас глушитель, я открутил его и снял. Теперь мы можем пытаться снять блок. Вот, мы его сняли. Ну что, похоже у нас подтекал все-таки не сам насос, а подтекал у нас патрубок вот этот, который. И с него тянуло на насос, а по насосу уже стекало. Но, в любом случае, протрем, установим, здесь все протрем, зажмем хомут и уже потом будем смотреть вот именно на это соединение. Потому что, окисление на самом насосе, вот только вот в этом месте, вот оно. Так что, в данный момент мы откручиваем два вот этих болта, также торкс Т25, снимаем вот этот хомут и уберем вот эту часть кронштейна. Приступаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Теперь мы снимаем вот эти крышечки Вот эту Для этого с двух сторон Аккуратненько здесь надо Выщелкнуть вот эти защелки Чтобы не сломать крышку Поднимаем одну сторону И поднимаем другую сторону Так это защелка у нас Сейчас отвертку другую возьму Так Вот эту сторону Одну сторону приподняли Также другую сторону Только без особого усилия чтобы не сломать защелки что потом нам крышку это можно было использовать это вот еще здесь сдвигается снимаем патрубки они нам не дают сдвинуть для этого мы откручиваем один центральный болт и снимаем оба патрубка вот здесь две прокладочки они у нас новые в комплекте идут и теперь можно крышку снять сняли крышечку переворачиваем и снимаем вот эту крышечку точно также с двух сторон сначала одну сторону вторую сторону разворачиваем же одну сторону и вторую сторону снимая вторую крышечку здесь у нас разъемы эти разъемы снимается вот нажимаем по бокам поднимаем здесь у нас разъем можно вот таким образом не сильно нажать и выдернуть если сильнее сделать то отломаете флажок фиксации так вот проводку мы развели также мы снимаем вот эту штучку она закрывает у нас провод вот этот провод который идет у нас на пламя до что раскручиваем вот этих три болта здесь у нас торкс т25 как разъем и 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 Ну что, разбираем. Выдергиваем вот эту резиночку, вот этот блок электронный у нас остается, мы его не трогаем. Вот сама горелка, выдергиваем ее, поддеваем и поднимаем. Все, вот она у нас пришла в негодность. Смотрите, какая сажа с нее сыпется. Вот это мы теперь зачищаем все щеткой по металлу. Все, что возможно вычистить, мы вычищаем, чтобы там было чисто и помоем очистителем карбюратора. Ну, чистить как я не буду показывать, поэтому пошел чистить. Ну что, почистил, вот так вот это выглядит. Видно, не видно. Весь нагар убрал. Теперь берем вот такая вот коробочка. вот это мы заказали ремкомплект отдельно, если кому-то надо будет отдельно. Он идет LR004141. Здесь идет два кольца на эти вот патрубки, которые тасольные и идет прокладка на горелку. Но этот же комплект, он идет вместе с горелкой. Помимо этого, мы заказали еще комплект крепежный. Здесь получается болты новые, 5 штук, если я не ошибаюсь. Номер его LR004234. Не знали, закипели у нас болты, поэтому мы его заказали весь новый. Вот он. Вот мы его и используем. Старые уберем, новые поставим. Прокладочками это понятно. И вот сама горелка. Вот сама горелка. Сравниваем ее со старой горелкой. На старой горелке уберем прокладку. Вот новая горелка. В чем у них разница? Смотрим. Разница у них только вот в этом уголок. Его надо будет подрезать. Все остальное точно такое же. Берем, подгоняем и устанавливаем. А, я не показал плохо, извиняюсь. Вот здесь, видите, ровно, а здесь, видите, вот выступ. Я сейчас просто померю по посадке, как он будет. И там уже прикину, подгоню. Пробуем. Так, ну что. Подрезал я эту штуку. Вот тот уголок, который я показывал, здесь был. Я его взял и срезал. Вот он выровнял и здесь уголочек закруглил. Точно так же, как на родной сделал. Потом. Это еще не все. На родной, видите, вот такой штуки на родной нет. А она упирается, получается, вот в это ребро. Вот оно, ребро. Видите, я его укоротил на 7 миллиметров. Она была вот так вот, вертикально поднималась. Я его укоротил. Сделал это легко. Ножницы по металлу у меня хорошие такие, с зубчиками. И все это выбрал. Можно, в принципе, аккуратненько выкусать. Но это еще не все. Вот я специально здесь нацарапал. Видите, вот оно поцарапанное. Вот это место упирается вот в этот паз. Окантовочка вот эта идет. И вот здесь я ее сточил. Вот я ее сточу, чтобы можно было поставить. Иначе она не дает. Она упирается как раз в этот ребро корпуса. Теперь все встает нормально. Все замечательно. Берем, вставляем резинку. И вставляем теперь горелку. Все. Вот она, горелка стоит. Резинка стоит. Поправляем ее здесь. И ставим новую прокладку. Новая прокладка. Прокладка у нас здесь получается встает вот таким образом. Сейчас разберусь с прокладкой, как она стоит. Да, все верно. Прокладка встает так. Теперь берем теплообменник и надеваем его на корпус. И стягиваем винтами. Винты мы поставим новые. Для этого немножко крутим назад. Вот он. Слышно, как он встает. И тогда мы точно его не накрутим против резьбы. И равномерно затягиваем. И было. КОНГЛИЙМ Ну все, вот мы его подтянули, теперь раскладываем проводку. Все, вот разъемы мы поставили, теперь можно защелкивать крышку. Это вот эта вот крышечка с этой стороны. Все, вот она защелкнулась. С этой стороны мы чистим посадочное. Протираем, здесь оно чистое, протираем просто под уплотнительные кольца. И ставим сначала крышку. Поставили крышку, а вот только теперь закручиваем патрубки. Все, патрубки мы затянули. Теперь можно устанавливать на кронштейн. Протираем кронштейн. Р GTA. Держи. Соли... О... затягиваем кронштейн затянул заводим проводку и устанавливаем насос надеваем патрубок и затягиваем так все получается мы установили сюда заводим провод все идем устанавливаем на автомобиль закрепляем патрубок и затягиваем на место теперь наживляем и покажу где протянуть все так ну вот наживил сейчас покажу все наживил вот два болта наживил вот два болта снизу сверху трубку топливную пока не ставлю хотя можно и поставить поставим обливаем шланг защелкиваем хомут и одеваем хомут болтик надену потом вот болтик снизу вот болтик под проводкой снизу их затягиваем дальше закрепим вот эту проводку снизу клипса сядет на место и хотел показать вот хомут глушителя я его раскрутил снизу гайка на 10 трещоточным плечом маленьким открутил хотел ее развернуть хомут наверх чтобы гайка была сверху но раскрутить его нельзя хомут приварен к этой гофре выхлопной поэтому закручивать также будем снизу сейчас берем все затягиваем ну что все протянул что наживлял теперь устанавливаем на место фильтр защелкиваем клипсы вот эти проводки которые здесь идут и защелкиваем на место разъемы надеваем патрубок фильтра воздухозаборник на место ну все вот получается мы собрали заливаем антифриз до уровня и пробуем заводить ну что пробуем ну и и и и и и На улице не холодно, сейчас у нас 22 градуса плюс, и баста не заводится. Ну что, все получилось, все работает, цена на этой горелке разница в 5000, но приходится ее доводить, поэтому если желания доводить нету, тогда лучше брать ту, которая идет именно по номеру вам. Выбор желания, всего вам доброго.